Что парни, всем доброго времени суток. Об основном этот видос интересен только тем, кто только планирует купить станок, либо только планирует заняться гравировальным бизнесом, либо гравировкой. Это не для тех, кто уже занимается, либо кто имеет уже вступленный бизнес. Для чего снял вообще этот видос? Для того, чтобы было какое-то легкое понимание у вас и было меньше вопросов в дальнейшем. Потому что часто один и тот же вопрос, все, кто хочет купить станок из новых, как и со мной в перевозчике в этом бизнесе, у всех возникает вопрос, какой взять станок, какую взять марку, какую взять модель, какой взять излучатель. Показывайте корпуса, допустим, вот такой корпус, хороший или нехороший лазер, либо вот такая ситуация, вот этот корпус, хороший или нехороший лазер, к примеру. Парни, станок не определяется по внешнему виду корпуса, потому что корпуса в основном у всех все одинаковые. Вот этот тип корпуса, он используется сейчас практически везде, потому что выпускает его одна фабрика, продает его буквально всем. Стойка штатива практически везде идет одинаковая, то есть дешевая, сердитое, стойка штатива, самый надежный вариант, проверим уже годами. Вот, корпуса, где идет, заканчивается оптоволокно, переходит в линзу фокусировочную, они тоже практически все одинаковые, что на той модели, что на этой модели. Сборка тоже везде одинаковая полностью. Единственное, что здесь на выходе у нас меняется, это сканатор, обратите внимание, что там идет Галева сканер, здесь у нас идет Сина Галева, вот и вся разница. Опять же, это флагман, самый ходовой, самый проверенный SG-7110, там идет какой-то там Искари, как так называется, Сина Галева, как говорится. Вот, поэтому, когда вы хотите купить себе станок, первый вопрос задайте себе. Что вы будете делать на станке? Объясню, в чем прикол. Я, грубо говоря, где-то с марта месяца сижу вот на этом станке уже, это называется у нас GPT-50LP. Хорошая моделька и хорошая я понял только лишь буквально три дня назад. Объясню даже, да, три дня назад. Объясню, почему, потому что, ну, к хорошему привыкаешь быстро, я думаю, что это норма жизни, так должно быть. Сейчас заснок у нас задействован под вот эти вот крышки. У нас здесь куча крышек, ну, уже осталось чуть-чуть крышечек доделать, это новогодние подарки будут. Заказала крупная компания, то есть это все выполняется. Вот, ну, вот такие вот пачки стоят с крышками, их хреначи на экравировку. Крыжек очень много, грабек он делает очень быстро, соответственно, станок работает на 90% мощности своей. Скорость 2800 мм в секунду, 90% мощности, частота, по-моему, там 60, я использовал, сейчас уже не вспомнил. Уже макет автоматически стоит, настроенный просто у нас. Вот, то есть станок хреначи, целый день с утра до вечера, человек здесь стоит за станком, нажимает на педальку, вот, и выполняет задачу. Ну, я решил, думал, там мелкие, сомневленные всякие продукции, сделать на том станок, заодно и протестировать, что вообще представляет себе Max Photonics. Так вот, скажу вам честно, после этого станка, здесь я использовал линзу 200х200 и 110х110, вот тот станок для меня показался настолько, сука, чмошным, что я три дня думал, блевану туда точно, именно на рабочий стол, блевану, блевану на продукцию, которую он выпускает, вот, то ли я разучился работать на них, на таких станках, то ли хрен его знает. Ну, вот я сейчас, вот сейчас, буквально уже пол первого ночи, я пересел на этот станок, чтобы доделать около 10 заказов, вот, и честно скажу, на нем поработал сейчас где-то час, я выдохнул, потому что реально станок, все-таки GPT-шка, она меня, ну, вернула в чувство, как говорится, обратно. Ладно, суть не в этом, суть видеоролика в том, что те, кто начинает заниматься гравировкой, они такие говорят, типа, ну, хочу купить себе самый дорогой станок, который есть на урочные, бабки появились, там займу деньги в кредит, возьму, там еще пятое-десятое, вот, объясню, нет в этом никакого смысла покупать дорогой станок, когда вы еще ничем не занимаетесь. Я лично начинал с Raycus 30Q, это был мой первый мой станок, вот, потом я пересел на 20-ти ваттный Raycus, потом я был на Max Photonics, я работал на таком же уебищном станке, короче, я прыгал со станков на станок, ну, я имею, там уже начинал потихонечку приторговывать на тот момент, и станки у меня менялись очень часто и очень быстро, вот, то есть там бывало, что за месяц я менял 2-3 станка, ну, бывает, сядешь за 30-ку, 20-ка есть в наличии, приходит человек, говорит, мне надо 30-ку, приходишь, мы отдаешь 30-ку, стоим 60-ку за 20-ку, приходит новая партия, ставишься 30-ку, 20-ку продаешь, ну, это такая вот, постоянно была суета с этими станками, так вот, скажу сразу, я работал, в принципе, на всех, и то, чем я занимался, как говорится, баловался на тот момент, в принципе, продукция выходила, ну, приемлемого качества, и мне все устраивало, и тогда я примерно понимал, что надо брать хороший, мощный станок для своих целей, работы, там, задач, то есть, который сейчас действительно себя, ну, окупает, вот, этими работами он себя окупает. Вот, то есть, здесь уже, когда вы созреете, как морально, психологически, то есть, по всему остальному, есть смысл, допустим, взять себе дорогой установку. На начальном этапе, говорим сразу, нет смысла брать, нету, и установку он дорогой, потому что, смотрите, вот этот Max Photonics, он, кстати, хорошо работает по пластику, то есть, у него очень маленькая мощность, там не надо какие-то сверх, там, какие-то забубененные, там, настройки делать, то есть, он по пластику хорошо работает, именно, вот, по кнопочкам для машин, кто берет, ребята взяли с Ростова, такой станок, мы просто с первого захода сделали все тесты, он, блядь, прошел моментально, то есть, он прям, прям, сделал станок с первого раза, то есть, мы не возвращались, ничего там не переделывали. То есть, опять же, мощность использовалась там, по-моему, 10%, этого достаточно было для пластика, там, по-моему, два прохода или четыре прохода делали под всеми разными глазами, то есть, 90, 0, 45 и 135, вот, офигенно, кстати, он все показал, блин, ребятам понравилось, все, они забрали, то есть, нагрузка на нее небольшая, работать будут на нее вечно, вот, для серийного производства, если у вас какой-то, там, цех, там, не застали, литейный, вы, там, куете, не знаю, блядь, какие-нибудь, там, клинки, которых, там, по тысяче в день будете гравировать, я его не брал бы, вот, если вы только начинаете, там, жетончик, еще какой-то хренатень делать, я скажу сразу, вот, я на том станке делал нож, жетон, еще какой-то хрен, хрен, там, смотрите, скорость была 80, мощность была 21 или 22 процента, то есть, он делал в черную, хорошо все выгравировал, да, чуть дольше, может быть, по времени, хотя, в принципе, я на этом тоже, я его не носил, на большую мощность, я делал, там, на скорости 80, на 60, там, и мощность, там, стоит 19 процентов, допустим, но, опять же, зависимости от линзы, если, сейчас, чтобы смотреть линзы 200 на 200, сейчас, я только что делал, жетон для собак, скорость была 80 на 28 процентов, если будет линза стоять здесь 110, то будет скорость у меня тоже 80 на, по-моему, 19 или 18 процентов, вот, то есть, потеря мощности, она, ну, на линзе ощущается очень сильно, вот, и, также, допустим, пятно гравировки, тоже, очень сильно ощущается, там, допустим, на этом санке, это видно визуально, по поводу того, станка дешевого, то есть, как старт, первый, чтобы понять, вообще, справитесь, потянете, вы не потянете, пойдет вас, не пойдет, лежит к этому душе или нет, почему, потому что, объясню, ну, часто уже видел такую тему, что, люди покупают санок, допустим, да, там, здесь человек, и 4 человека просто расстраиваются, не потому, что санок херовый, потому, что просто не пошло это дело, они, вот, там, полгода сидят, мурыжат, там, что-то не заходит, не едят, а денег, потому, что вы влупили-то много, понимаете, там, установок, расходники, там, какую-то рекламу, где-то запустили, там, что-то пошло, поехало, и не пошло, никто не поехало, в итоге, расстраиваются, потом пытаются его продать, вот, такие случаи, я уже за полтора года, уже наслышался, насмотрелся, мне эти санки уже пытались обратно отдать, чтобы я кому-то продал, либо такая, знаете, как ситуация смешная, человек покупает, ну, не Max Photonics, а такой же план, а Raycus покупает, где-то за 260 тысяч рублей, 30Q покупает, смотрит, что у меня станок стоит дешевле, он мне предлагает станок взять у него продать, то есть, взять за 240, за 200 тысяч продать, где-то кому-то здесь впарить, то есть, подороже, чтобы он купил у меня, как вчера, потом подешевле, ну, какой-то бред неадекватный, ну, такое тоже предлагает, поэтому, кто начинает работать, только он работает, либо пытается что-то, ну, понять, нет смысла брать дорогие станки, ну, я не вижу, то есть, либо Raycus 30Q, либо Raycus 20Q брать, либо Max Photonics, например, протестировать, попробовать, пойдет, да, пойдет, хорошо, тогда уже что-то есть смысл, ну, толково взять, опять же, я знаю одного человечка, который начинал такую ситуацию, он покупает Max Photonics, ну, это было, применение, кстати, тема, на нем примерно 3 месяца он вник во всю эту ситуацию, поработал, понял, что он заходит, все хорошо, где-то за 2-3 месяца он его купил, станочек этот, быстренько его продал, чуть-чуть дешевле, купил себе же хороший другой станок, то есть, ну, бывают такие тоже моменты, поэтому здесь надо все учитывать, вот, поэтому такие вот нюансы для тех, кто только планирует приобрести, не надо гнаться там, блядь, за дорогим IPG, там, не надо гнаться, как, знаете, все, мне нравится, любят, я возьму себе с запасом станок, там, 50-ватку, там, не знаю, там, хотят купить GPT-MOP, но у GPT-MOP 50-ваттных не хватает, они будут 60-ваттники, хочу себе самой дорогой, самой навороченной, с запасом на будущее, я вам приведу пример, свой жизненный опыт, ребят, когда я только-только стартовал, я тоже смотрел на GPT-MOP, тоже хотел, чтобы я мог делать все, и цветную гравировку, и гравировку по всем стальным, по пластикам, по клавиатурам, чтобы вот эти клавы херачить, вот, вот они, тесты, не весь пластик подходит под гравировку, то есть, не все заходит, на самом деле, в гравировку, у меня там есть ноутбук валяется, не один, там, даже на два ноутбука валяется, вон, у меня сейчас есть, по-моему, Dell лежит, там еще есть Lenovo, не все клавы, не все подходят, они под гравировку, не все возможно гравировать, потому что, знаете, чтобы этот пластик, вообще самый дешманский пластик, это отходы херачит, это вот Dex, это Владивосток собирает эти ноутбуки на китайских запчастей, ну, то есть, грубо говоря, берут запчасти и там, типа, сборку делают во Владике, типа, чтобы что-то там обойти, или не знаю, ну, тупо китайский ноутбук, собранный во Владивостоке, тоже нифига не гравируется, как положено, то есть, кнопки там, вот, у меня кнопочки гравировало, нету, что-то, но не пошли, блин, одна, другая, там, тесты провел, не зашла у меня эта тематика, вот, поэтому клавы, это все опасно, это раз через раз, там, приходят, не приходят, поэтому я тоже, сначала хотел GPT-MOP, а потом спрос на эти клавиатуры, блин, очень большой, полторы тысячи за клаву обычно берется, сумма, клавиатура делается, ну, если есть макет готовый где-то, ну, в пределах, там, 20 минут можно сделать клаву, в принципе, то есть, получить чистый день, там, штукарь, за 20 минут, там, либо за полчаса, это хорошо, но наебнуть клавиатуру за 10 минут, и потом за нее отдать, там, 6 тысяч рублей, там, или 7 тысяч рублей, это, конечно, жопа, вот, поэтому, вот такие вот планы, я вообще, говорю, честно, как и вы сейчас, кто смотрит видос, кто только-только начинает, я мечтал, там, открыть офис, блять, в таком центре, гонялась там островок, документы, лицензия на эти станки, ребят, нахер это ничего не надо для заработка денег, на самом деле, то есть, не надо лезть туда, куда лезть не надо, вот, то есть, я планировал, там, не знаю, открыть ООО, там, филиал, там, дорогой снять офис, там, нашел даже офис рядом с торговым центром, офигенный, с выходом на улицу, короче, на парковку, прям, где проезжие место, хорошая, там, реклама, думал, поставлю, там, будут дымить, коптить, там, вонять и фигачить, вот, я сейчас снимаю офис за 15 тысяч рублей, то есть, вот, обычный вонючий офис за 15 тысяч рублей, в цокольном этаже, парни, достаточно этого для работы, для зарабатывания денег, и вот сейчас я говорю, 12 часов ночи, даже так уже час ночи скоро будет, когда вы приду, будет полтора, мне надо будет уже в 7 часов выходить из дома, опять идти обратно на работу, чтобы будут опять заказы, надо ехать в транспортную, забирать станки, надо ехать за товаром, надо туда-сюда, то есть, суета, она такая вот получается, поэтому для старта не надо сильно больших вложений делать, вот, опять же говорю, сразу, чтобы вы, знаете, как не рассчитывали, типа, купите дешманский станок, и на нем будете, там, пять лет работать, и долго, и счастливо, ну, такое вряд ли, кстати, для тех, кто смотрит только-только, начинает вникать в эту тему, ребят, скажу, говорю, что, не тупите, пожалуйста, по одному, по одному фактору, вот, смотрите, показываю, вот там, вот, там, вот, внизу у меня стоит стабилизатор, стабилизатор стоит инверторный штиль, как так называется, хрену знаю, не знаю, пофиг уж, называется, важно, что он выдает ровно 220 вольт, то есть, с этим станком я, он работать, у него проблем нету, с тем станком проблем нету, кто-то покупает станки, а начинает на них работать напрямую от сети, у них какие-то глюки, скачки, прыжки, блин, потом говорят, блядь, какая-то жопа, что-то, говно, все, говно, качаю, вот, кто бы там ничего не писал по поводу, что хороший блок питания на станке, он всегда все выровняет, все будет четко, ну, ребят, это ваше мнение, я своего личного подскажу, что, да, скачки, они влияют, влияют сетевые скачки на работу станка, это раз, первый фактор, второй фактор, это бывает, чрезмерные скачки, да, возможно, он просто сгорит, ну, есть ли смысл покупать станок, допустим, там, за 134 рублей, если вы спалите, там, за 2 секунды, вот, поэтому, будьте добры, всегда прибейте стабилизатор, стабилизатор вам на всю жизнь хватит, там, не знаю, там, почти больше года стоит, без проблем работает, вот, также для тех, кто только-только планирует купить себе станок, ребят, тоже очень важная штука, ну, кто, кто уже работал, кто знает, вот там, где стоит вытяжка, блядь, вытяжка, что-то упала, вытяжка стоит обычная, прямоточная, то есть, без всяких там извращений, обычные лопатки, которые просто протягивают, она не сильно, кстати, шумит, от нее меньше всего вибрации, от нее меньше всего там, но потом я видос, как я вам сниму обязательно про эту тематику, по поводу темы вытяжки, и расскажу более подробно, у меня там, кстати, валяется улитка есть, за этой вытяжке стоит еще одна, там вытяжка маленькая валяется, то есть, по вытяжке рекомендую где-то от 300 кубов в час, это минимально, опять же, все зависит напрямую, какая у вас будет, допустим, рабочая поверхность, то есть, рабочая площадь, опять же, для тех, кто покупает только-только станок, ребят, ну, смотрите, мой такой легкий совет, опять же, сейчас вам скажу, на том станке стоит линза 110 на 110 рабочим полем, вот, фокусное расстояние F160, и, кстати, она там действительно F160 фокусное расстояние, так вот, вот тот станок, он не прощает перепадов, он не прощает там каких-то определенных там нюансов, вот, то есть, если какой-то у вас изделие будет там с легким перепадом, ну, допустим, каким-то изгибом, там, приблизительно, там, в 2 миллиметра, то с тем станком вы наебетесь, поэтому рекомендую брать, опять-таки, ну, либо одну, либо две линзы, то есть, лучше, конечно, будет, если две линзы, допустим, да, вот здесь 36 линзы 200 на 200, сразу скажу, она работает помягче, большое пятно плюс потеря мощности, ну, происходит работа более мягче, более стабильно, когда идет линза 110, все происходит очень быстро, как-то так вот, порывистое, я сказал бы даже так, и, блин, ну, как, пятно более тонкое, более резкое, вся гравировка происходит как более полоси, то есть, ну, допустим, вы можете сделать там гравировку и заодно, на жетоне, например, сейчас жетон не найду, сейчас, ага, не убрал его еще, не убрал уже, убрал уже, убрал, убрал все жетоны. Суть в том, что, когда у вас идет небольшое рабочее поле, вам надо сделать там что-то быстро, как изделие, там, ну, обычно делать там 3 сотых, да, ну, примерно, давайте покажу сейчас, такой вариант, это, кстати, будет более интересно уже для тех, кто занимается, то есть, например, вот у вас линза 110, естественно, чтобы делать по-быстрому заливку, надо будет, ну, обычно я так раньше делал, я даже делал 4 сотых миллиметра, то есть, к примеру, 4 сотых, вот, и в данной ситуации ваша заготовка при 110 линзе, она будет полосить, вот эти полосы, их будет очень сильно видно, это будет в один проход, в два прохода, ну, опять же, в зависимости от мощности от вашей. При линзе 200 у него очень большое пятно, и, в принципе, оно перекрывает очень хорошо, и здесь это все выручает, поэтому я, честно говоря, для тех, кто, новеньких, рекомендовал бы брать линзу 200-ю, и, ну, возможно, 110-ю, ну, это чисто, чтобы вы примерно понимали разницу работы, опять же, говорю, сразу 200-я линза, будет большая потеря мощности, вы потеряете скорость, ну, для тестов, для работы, для тех же самых, кто там хочет делать термосы, кто хочет делать кружки, ложки, смотрите, работа, допустим, по тем же самым ручкам, у вас ручка, когда вы гравируете, да, я не беру сейчас, марки, например, да, то есть берем ручку, у этой ручки есть перепад, ну, если там, по-третьему, то же самое ручки, обычно я знаю, что стандартно у ручки, ну, зависит от ручки этот перепад, где вы сможете гравировать, ну, то есть, максимально это высота, вот эта часть высоты, то есть, высота вашей надписи, вы же делать ее вот таким же способом получается, то есть, на ручке это от где-то 4 мм до 6, до 7 мм, максимум, до самой жирной ручки, там, 7 мм позволяют делать, так вот, у вас этот перепад будет составлять где-то 1,5 мм, вот этот, от верхушки, от полчаса, от зенита до нижней кромки, где у вас будет происходить гравировка, опять же, если у вас будет короткофокусная линза, угол захода будет очень маленький и будет бить вскользь, и, возможно, опять же, при небольшой мощности будет происходить именно отражение луча, ну, такое у меня было неоднократно, когда я там делал где-то эксперименты, тесты, вот, такое бывает. При линзе 200-й у вас угол захода более острый, и он хорошо к стиву гравировывает крайние точки, вот, поэтому здесь надо это все тоже учитывать, вот, при гравировках, те же самые при тестах определенных, кто будет брать в станки, поэтому рассчитывать, что желательно бы, конечно, линзу брать 200-ю, чтобы потом не спрашивать, как так, как всяко, как там, что сделать, как сделать лучше, вот, еще, ну, я уже, например, поднимал не один раз раз уже тему по поводу излучателя. Мне надо взять хороший, мне надо взять надежный, мне надо взять проверенный. Ребята, они практически все надежные, все проверенные, все хороши. В чем главный нюанс каждого излучателя? Есть излучатели, которые как кувалда, это утрайка с 30-ю, то есть, что ты делаешь, ты заходишь, тупо клацаешь кнопки, 3 штуки, тупо нажимаешь F2 гравировать, и он пошел тебе херачить, гравировать. Скакнуло напряжение, скакнул напряжение, тебе просто херачит, гравирует. Забыл нажать кнопку, там, включить излучатель, нажал, там, где выдал ошибку, тут же это ошибку убрал, тут же нажал, включил, опять начал гравировать, без проблем. Что происходит здесь, на GPT-шке? Забыл кнопку включить, выдал ошибку. Выдал ошибку, пока ты ошибку не берешь, пока его не перезапустишь, он тебе не запустится, потому что включилась защита. Дальше, произошел какой-нибудь скачок напряжения, либо какой-нибудь глюк произошел, ушел в защиту. То есть, GPT-шка больше такая вот, она любит бережное себе отношение, допустим, другая ситуация. Включил сначала лазер, кнопку красную, потом включил сканатор, потом включил плату контроля. Запустился лазер, но плата контроля не успела считать, что у меня есть лазер информацию, тоже уйдет в ошибку, то есть, не даст вам на нем работать. То есть, если, в принципе, правильно все пользоваться, правильно включать, нормально работает каждый станок. И этот, и Max Photonics. Если вы будете Max Photonics использовать на том же самом, допустим, стабилизаторе, с ним проблем не будет. То есть, если этот станок уходит в защиту, в ошибки, то есть, Raycus, в принципе, тоже уходит в защиту, в ошибки, тут вполне возможно, что какие-то резкие скачков, перепадов, напряжения, он может, да, наебнуться. Это реальность. Используйте, как положено, с ним бережно. Не надо его на силу там на 100%, станок у вас будет работать хорошо. Не надо его там на силу 24 часа в сутки, тоже будет работать у вас хорошо. Поэтому часто такой момент, знаете, как говорится, купил там хрупкое изделие, да, и начинал с ним хуячьи гвозди забивать. Естественно, это не получится. Отдельный момент тем, кто мне пишет, много мата в видеороликах. Ребят, не смотрите мои видеоролики. Идите на другие каналы, на другие каналы смотрите видосы, и там все хорошо вам все будет рассказывать, без матов, без ничего. Вот. У меня, честно говоря, сейчас настроение плохое, потому что время уже по сейчас ночи, я еще не спал, ни хрена, еще и не ужинал даже. Вот так вот. Поэтому для тех, кто планирует только купить, приобрести, либо войти в этот бизнес, либо планирует только лишь заняться гравировкой, там для себя, для души, не знаю, там для соседей, для родственников, там, не знаю, там в своем стиле гравировать, там что-нибудь, не знаю, там жетоны, все остальное, бирки, не знаю, для коров, для собак, там, вот. Ну, начните с простого, станка, с самого дешевого, потому что не факт, что у вас в этой жизни все получится, либо не факт, что это ваше, вам в душу это запало процесса, то есть с самой гравировки, либо у вас это пойдет процесс гравировки. Вот, понимаете, просто бывает, что вы последние бабки вкидываете, да, допустим, там, 280 тысяч, вы вкинете, там, в станок, там, вот, в такой, допустим, 50-ку. Вот, и потом такие, бля, не пошло, надо продавать, а продавать вы хрен кому продадите, потому что никому не нужен станок, потому что он будет считаться уже пушным, за те же самые деньги. То есть вы потеряете, грубо говоря, там, тысяч, где-то 60, там, может быть, 40 потеряете тысяч на станке. 135 тысяч рублей в путь, в дорогу, поработал. В любом случае, такая цена, 135 тысяч рублей, она на том же самом Авито, и таких цен нету. Это просто у меня такая цена стоит. Мне вообще в нем интересно, никакого нет в этом станке. Вот, 135 тысяч рублей поработал, не понравилось, там, блин, за ту же самую сумму продать, в принципе, легко, потому что цена конкурентоспособная. Вот, и как-то так. Ладно, ребят, не буду затягивать видосик. Кому информация полезна, ставьте лайк, кому не полезна, ну, ставьте дизлайк, уже хрен с вами, уже посмотрим, кому там она не понравилась. Опять же повторюсь, что видос был только лишь до тех, кто только планирует приобретать станок. Кстати, кто доставил до конца, бонусом вам сразу скажу, по поводу ноутбука. Какой ноутбук использовать? Вот, смотрите, лежит вот этот вот сраный Dex, нет, это Dell лежит. Процессор какой-то там мертвый, 1.4 или 1.6 ГГц, там, по-моему, 2 или даже одноядерный, какой-то чмошник там стоит. 2 ГГц оперативки, жесткий диск, самый простой, который хрустит еще до сих пор. Короче, ноутбуку, по-моему, там лет, наверное, 10 или 12 лет ему, там, ноут, он там, древний, как понос, не знаю, больной собаке. Вот, суть в чем, он нормально, адекватно работает с маркером, гравирует, все делает, просто сейчас пока временно перекинул, чтобы макеты добить свои заказики. Перекинул на свой Dex, перешел. То есть, что-то серьезное на нем сделать вы не сможете, там, в Core или работать, в Photoshop, нет. Для станка идеально подходит, да, чуть медленно, чуть тормозит, притормажет, но он работает. То есть, этого достаточно для работы на станке. Не надо покупать супер-сука дорогие ноутбуки. Объясню, Авито 6 тысяч рублей, можно купить даже за 4 тысячи рублей и на нем тоже работать. Я уже говорил неоднократно, я работал даже такой планшетный ноутбук, есть китайский, там, по-моему, 3 тысячи рублей он стоит. Я даже с него как-то работал, там, год назад, по-моему. Единственное, я его разбил за то, что нам стояла Windows 10, и я просто о пол швякнул, когда он начал 55 раз обновляться, перезагружаться. Вот. По поводу этого ноута, ну, кому интересно, скажу сразу, 12 гигов оперативки здесь стоит. Это ни много, ни мало, это так средненько. Жесткий диск здесь стоит SSD, потому что меня это бесит, когда загрузка долго происходит еще какой-то процесс, нам долго происходит. Вот, плюс здесь стоит обычный еще диск ADD-шный, поведющий, она идет встроенная, процесс идет i5, 2,44 гигагерца, 4-х ядерный. То есть, в принципе, для своих целей, задачи, для работы, скажу сразу, ноутбук себя окупил уже сверх положенного. То есть, цена этого ноута была 35 тысяч рублей нового, по-моему, называется он Atlas, или Atlas, или как-то там, или Globus, как-то там, L-150, или S-150, как-то-то, я же не помню, 3 года назад его покупал. Вот, то есть, он своей цели уже окупил сверху, с головой. Единственное, что я здесь обновил, я поставил все оперативки побольше и поставил жесткий диск SSD-шка. Поэтому, по поводу ноута, ребят, кто покупает себе там, первый там свой слоночек, не надо что-то там сверхдорогого себе брать там, супер-наворочные ноутбуки. Если вы планируете создавать какие-то мега там макеты, там, мега фотошопить, там, всей херней заниматься, да, нужен хороший ноутбук. Если не планируете заниматься такими сложными процессами, то есть, просто тупо гравировать, то есть, создали простой макет, гравернули и все. Достаточно дешевого ноутбука. Чтобы понимать, что стартануть в каком-то деле Не надо там сверх каких-то там, не знаю, заморочек Ладно, ребят, пойду я домой Вам всем доброй ночи, доброго дня, как говорится Пишем комменты, ставим обязательно лайки Делимся своим мнением По поводу вытяжки я обязательно сниму видосик Расскажу свое мнение, плюсы и минусы Какую ставить, какую не ставить Почему работаю с этой, почему не работаю с другой Нюансы объясню по поводу, опять же, статики Откуда образуется статика И почему надо обязательно заземлять станки Потому что именно с этой вытяжкой У нас здесь получился небольшой казус Который меня до сих пор бесит Он, кстати, до сих пор еще и есть, этот казус Поэтому по поводу вытяжки я отдельно поснимаю тематику Вот, все, ребят, всем пока-пока Всем доброго дня